здравствуйте с вами снова александр я сегодня вам расскажу о коляске которую я лично долго ждал ну точнее говоря лично для себя ее ждал но она напрашивалась у компании бритокс потому что бритокс бимошен 4 они обновили уже на плюс версии биджайл обновили а вот три не обновили и вот пожалуйста обновленная версия бимошен 3 плюс вот сегодня я в ней вам расскажу покажу что на себя представляет что в не изменили в двух словах она с трех месяцев и где-то до 17 килограмм максимальный вес ребенка она выдерживает весит она немногим более 10 килограмм вот это вкратце точные характеристики в граммах сантиметрах все я добавлю ссылочку в описании на магазин первая коляска вы попадете прямо на карточку самой самой коляске на сайте первая коляска и там вся подробная информация есть вот так что давайте изучать с вами и будем это у нас своего рода такой внедорожник причем конкретный внедорожник есть конечно более лютые какие-то экстремальные коляски но это в пределах разумного конечно но пересеченная местность частный сектор зима парки лесочек все что угодно этой коляски по зубам пляж кстати песок на пляже он более такой вот и она там тоже хорошо справляется вот смотрите что касается ручки ручка у нас регулируемая здесь высота ручки давайте сейчас покажу приблизительный диапазон вот это вот самый низкий то бишь даже очень невысокого роста люди смогут подобрать для себя высоту и у меня вот сто восемь шесть сантиметров мне отлично поэтому вот здесь проблем никаких какой бы рост у вас не был вот козырек это то что поменялось в отличие от обычной by motion 3 вот в обычной версии не было вот этого дополнительного отсека и вот здесь была москитная сеточка теперь москитную сетку убрали осталось смотровое окошечко с москитной сеткой вот единственно магнитик бы добавили место липучки было здорово вот и добавили эту секции получили мы реально здоровенный классный козырек вот поэтому тут как бы без вопросов регулируется он простым способом и он не очень шумные но вот эти вот звук его работы он слышен все таки можно было бы сделать чуть тише можете чуть придираюсь но вот мои пожелания какие были бы так что мне еще нравится здесь на задней стенке огромный большой карман мы ребенка откатались сами в бритокс b-motion 4 не в плюс версии и мы только так пользовались этим карманом он реально заменяет сумку конечно сумка удобнее куча отсеков там бла-бла-бла но вот тоже в принципе годнота вот так смотрите по час у нас как раз таки вы видите сбоку это хорошо горизонтальное положение давайте так поближе посмотрим с вами вот это у нас горизонтальное положение сама она регулируется с помощью ремешков вот просто в разные стороны тянем так с помощью ремешков все это регулируется раз и все так вот эта часть ее можно в принципе убрать летом под пальмочкой положили ребенка спать отлично подняли и проветривание организовали ребенку все здорово так давайте подниму и посмотрим с вами сиденье сиденье здесь прилично я бы назвал даже очень мистительная сидушечка место действительно навалом она широкая само сиденье непосредственно где попа ребенка ну вот такой очень глубокие глубокая бывает сидушка коротковато здесь вообще такой проблемы нет вот что касается безопасности стандартная система 5 точных ремней без мягкой накладки на паховой зоне бампер который как калиточка легко откидывается это отлично и вот еще одно нововведение появилась полноценная жесткая подножка предыдущей версии здесь был материал который нужно было с обратной стороны выгибать и это плохо держала ножки но если так откровенно говоря да не очень хорошо держал ножки вот поэтому вот это нововведение наверное очень важно козырек и подножка это вот то чего очень не хватало вот рама здесь лютая очень крепкая вообще прям наши эксплуатации еще много примеров у меня есть кто катал бритоксы в жестких условиях они действительно надежные колясочки не убиваем и я бы даже так сказал конечно бывают всякие случаи но в целом очень крепкие коляски рама металлическая очень крепкая модификации с трехколесной коляски мимо шантри она выше от земли клиренс выше и когда на бордюры заезжаете вы не особо даже не цепляете соответственно багажником багажник здесь принципе вот увидите достаточно большой вместительный доступ хороший с этим все в порядке вот колеса здесь резиновые надувные есть хорошая амортизация спереди у нас получается колесо тоже с возможностью блокировочки вот поэтому в плане ходовых качеств колясочка наверное ну очень очень неплохая вот по плавности хода из опыта вам скажу есть конечно коляски помягче немножечко но это уже перебор даже слишком мягкий вот этого вот так хватает по брусчаточки ну в принципе я уже начали он сказал вообще отличная плавность хода у коляски единственное прокололи если здесь придется как-то быстро вопрос решать потому что там внутри камерные колеса вот принципе вот это есть все обновления которые появились единственное если заметили здесь получается сама коляска черная цвет изменилась меняется только у бампера и у козырька теперь так предыдущей версии вся коляска была друг могла быть другого цвета а сейчас у вас есть возможность но надоел вам этот свет докупили еще color pack и вас козырек и бампер другого цвета и кстати там есть пару цветов вот этот например в том числе он стоит чуть дороже но в комплекте уже входит в комплект уже входит накидка на ножки оригинально поэтому стоит чуть-чуть переплатить и получить хорошую накидку на ножки вот не надо не хотите накидку просто и покупайте другой цвет цветов благо здесь достаточно много поэтому не проблема так давайте теперь покажу как это все добро у нас складывается все очень просто зажимаем кнопочку и складываем вот все это делается очень просто и легко убираем бампер совсем и получаю вот такую вот компактную конструкцию которая принципе в любой багажник помещается ну вот смотрите отлично чтобы разложить тоже без заморочек отжимаем фиксатор все ставим да поехали вот поэтому в принципе все что хотел рассказать рассказал коротко мое мнение много людей говорят ой четырехколеска лучше чем трехколеска не совсем с этим согласен если обратили внимание в большинстве случаев если внедорожник он обязательно трехколесный трехколески они проходиме маневренее вот говорят типа неустойчиво я не знаю что надо сделать с коляской как бежать боком валить я не знаю чтобы она как-то накренилась это все по моему ерунда что люди говорят единственное когда заезжаешь на бордюр ну или поребрик то получается просто нужно держать двумя руками коляску чтобы она вот на одном колесе не перевалилась собственно и все ребенка в любом случае всегда нужно хорошо крепко держать коляску как бы то ни было нашу на 3 колески что на 4 колески вот а так вот по моему очень годный вариант от очень хорошего бренда с очень хорошей плавностью хода надежностью с большим козырьком эти коляски комфортные для ребенка поэтому серьезно очень рекомендую потому что вот сам откатал видел что надежно что крепко не не со слов чьих то а вот через себя пропущенный бренд поэтому в принципе все если вам видео было полезно интересно ставьте просто лайки подписывайтесь на канал это очень помогает мне делать для вас больше хороших обзоров и спасибо первой коляске за предоставленную коляску на обзор brittex b motion 3 а вам хочу пожелать хорошего грамотного выбора коляски для вашего ребенка всего доброго